В этот день, 23 апреля, родился Борис Розинг, физик. Он первым добился успехов в электронной передаче изображения на расстоянии. Владимир Заварыгин – общепризнанный изобретатель телевизора. Белый мигрант, родом из Мурома. Британская энциклопедия называет годом создания Заварыгина первого прототипа телевидения в 1923 год, уже в США. Но ведь, прямо скажем, Заварыгин не пришел из ниоткуда. Когда он учился на инженера еще в Петербурге, его преподаватель, профессор Борис Розинг, в мае 1911 года провел примечательный эксперимент. Как вспоминала позже его дочь Лидия, в 1911 году приезжало много иностранцев, и он всегда рассказывал нам, кто был и что говорил. Я смутно помню сложную установку и изображение решетки на экране. Изображение решетки – это было первое, что Розинг передал на расстояние. Фактически первый примитивный телевизор. Его ученик Заварыгин был впечатлен. Розинг значительно опередил свое время. Его система требовала составных частей, которые еще не были созданы. Далее пути учителя и ученика развела война и революция. Розинг в 30-х годах попал под машину сталинских репрессий. Он не участвовал в никаких заговорах, просто дал в долг одному из арестованных по делу академиков. Для ссылки на севера этого хватило. Увы, потрясения подкосили состояние профессора. Розинг умер в Архангельске от кровоизлияния в мозг. А его ученик Зварыгин уже в США получил лавры изобретателя телевизора. Также 23 апреля родились Сергей Прокофьев, один из наиболее значительных композиторов 20 века, создатель музыки и фильмов режиссера Эйзенштейна Александр Невский и Иван Грозный. Игорь Лучицкий – видный ученый-геолог. Игорь Лучицкий родился в Варшаве. Отец будущего геолога был известным петрографом, изучал камни, горные породы. Неудивительно, что сам Игорь Владимирович окончил Московский геологический институт, занялся наукой. А потом пришла война. Лучицкий попал на фронт. В 43-м году его пленили. А сразу после войны Игорь Владимирович попал уже под каток репрессии в СССР. Лучицкого привлекли по красноярскому делу. Ведущих геологов страны обвинили во вредительстве. Якобы ученые сорвали поиски урановых месторождений, а вместе с тем ядерную программу СССР. Некоторые геологи не пережили обвинений, но Лучицкому относительно повезло. Его отправили в одну из шарашек Енисея-Строе. Там Игорь Владимирович трудился до самой смерти Сталина. Потом всех фигурантов красноярского дела оправдали. Так Лучицкий получил возможность наконец свободно заниматься наукой, преподавать. Сферой его интересов была тектоника, вулканизм. Он даже основал собственное направление палеовулканологию, изучение древних вулканов. Незмотря на все злоключения, он дожил до 1983 года. В этот день, 23 апреля 1836 года, в свет вышел первый номер журнала «Современник». На странице журнала, основанного Пушкиным, печатались писатели и поэты, ставшие позднее классиками. 23 апреля 1889 года в письме брату Александру Чехов написал фразу, ставшую крылатой. «Краткость. Сестра таланта». 23 апреля 1908 года в Москве произошло наводнение. Вода поднялась на 9 метров выше летнего уровня подъема воды. 23 апреля 1932 года произошло официальное провозглашение социалистического реализма единственным творческим методом литературы и искусства. Массы требуют от художника искренности, правдивости, революционного социалистического реализма. Написал еще в 1932 году критик Иван Гронский в литературной газете. И так он провозгласил официальный стиль, в крамках которого советское искусство будет жить почти до распада страны. Считается, что к рождению термина «соцреализм» приложил руку лично Сталин. Он утвердил его, а Гронский озвучил в газете. Вскоре основные принципы соцреализма озвучил вернувшийся из Италии Максим Горький. Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле. По факту же официальная идеология в искусстве создавалась для лучшего контроля над художниками, писателями, поэтами. Все остальные направления признавались классово неверными. Да и сам соцреализм сложно назвать реализмом. Это скорее советское прочтение классицизма с примесью романтизма. Вся официальная живопись стала парадной. И по сути своей стала восхвалением партийного начальства в доступной для этого самого начальства форме. 23 апреля 1165 года был запущен первый советский спутник для налаживания телевизионного вещания. Восточная часть страны получила доступ к телепередачам из Москвы. Таким был этот день 23 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok